всем привет у нас время 4 утра и мы поехали в аэропорт нам нужно отвезти друга он сегодня улетает отдыхать вот поедет отдыхать на филиппины попросил нас отвезти у него машинка маленькая сумки все не влезают мы сейчас выпьем лекарства для энергии все выпиваем он не берет трубку хочу делать я пока выносила мусор муж убирал машину убрали 7 стук а то место место и все мы встретили друга он садится за руль всем привет садится за руль и мы поехали в аэропорт время у нас 4 утра сейчас уже 4 08 все поехали мы заехали на югисо это перевалочный пункт типа автовокзал наверно что ли нашего такой красивый вообще классный машин мало пошли в туалет сходить круто кофе попить да вообще красиво там внутри всякие кафешки ресторанчики кофешопы и эти туалеты магазинчики в общем все ой как красиво здесь все закрыто кафешки только открыто это похоже где мы с мамой кушали туалет где а вот вижу так туалет а туалет туда да ну ладно сейчас будем выходить а вот сколько самолет а вот сколько самолет туда ну туда-сюда 400000 туда-сюда на филиппина 400000 вон я пошла в туалет тут такая травка живые деревья половина все закрыто потому что утро но там открыто кафешки это походу новый какой-то такие туалеты здесь для мамы и ребенка там есть все здесь получается пеленать подмывать стерилизатор горячая холодная теплая вода здесь кормить ребенка все для мамы ребенка памперсы выкидывать детские мыло помыть бутылочки сюда нажимаете она моется все в общем для мамы и ребенка ты вам так показала далее закрываем красивые вот туалет очень классный туалет конечно вообще зеркала здесь руки сушить умывальники с мылом совсем все есть кабиночки все очень чисто как всегда еще знаете что заметила здесь есть подставка для телефона и такая ручка чтобы не трогать унитаз классно и для сумочек вешалка для одежды крутой туалет что тут у нас здесь тоже раковина здесь поправить подправить косметику макияж очень крутой есть туалеты для инвалидов тут все имеется везде ручки подставки это бумага валяется звоночки чтобы если что вдруг что-то случилось на каждое это вот вот-вот-вот везде возле туалета автоматическая дверь круто очень круто они делают кофе здесь мы были да здесь робот делает вам кофе кафе на шрими а я ты не купил кофе ты будешь класс здесь можете взять сироп как типа сахара трубочки все мусорка ты видел какие там туалет все мы приехали в аэропорт пойдем провожать я вам покажу чуть-чуть какой у нас скорее аэропорт такие машины стоят замерзли по-моему они очень долго стоят на улице кстати не так холодно машины и не им покрылись вот наш аэропорт провожаем ему не надо помочь сам сказал тележку все поставит есть такие тележки для сумок капец сумок сколько он едет одна неделя а чё так сумок много как будто на месяц или жить уезжает тележки чтобы сумки не таскать взяли тележку и поехали в аэропорт а нет я пошутила на улице холодно просто с машины наверно кажется что так прилежный пошел по зебре здесь такое движение народу много в корее рапор аэропорт работает все ездят не едут ездят не знаю как правильно раньше когда корона была аэропорт вообще был безлюдный то есть ты туда приходишь и там три калеки и все вот горит зеленый на полу зеленый свет и так это для людей которые смотрят в телефоне вечно вниз чтобы видно было когда красный горит красный ой сколько народу соскучилась по аэропорту хочется куда-нибудь слетать хочу куда-нибудь полететь будут тоже на филиппины холодно до капец сколько народу во время у нас сейчас только 5 утра наверно а уже 65 40 кстати у нас отменили масочный режим а все равно 99 процентов людей ходят в масках вообще абсолютно все капец ну это корейцы что что пойдем всем покажу наверху здесь такие курилки отдельно на улице стоят на улице нельзя курить я хотела вам показать закрываются но странно двери закрываются а верх открытый то есть крыши нету три третий 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 мы не туда пошли сколько человек когда корона помнишь никого не было офигеть здесь сейчас посмотрим на табло какой вылет здесь табло и написано стойки в какую сторону идти какая стойка вот получается стойки и стрелочки а он уже знает м здесь распечатывать билеты наверно проверять а регистрировать багаж билеты сканируете паспорт в общем по моему даже можно купить здесь билеты такая мультикасса здесь много всяких здесь можете взвешивать багаж взвесить написано что можно что нельзя огромный аэропорт конечно там стоек и не знаю километр наверное да и бисиди туда пошел а вон стоит откуда он знает что сюда так быстро нашел ну манила а уже регистрация идет нет он сейчас сумку отдаст и потом сюда придет это просто это да чтобы полететь надо туда красиво муж говорит что ты говоришь россия что ли мы тоже скоро говорит полетим россии что ли филиппинам недорого до 400 тысяч туда обратно 480 тысяч это нам надо на двоих 1 миллион всего на билеты ну на одну неделю плюс отель вообще недорого там тем более еще тепло есть море еще все оси я все бесплатно можно слетать можно слетать мы одну неделю ты не можем ты же работаешь а сейчас надо нормально нет хотя бы три дня 4 просто так ненадолго посмотреть на филиппина мы тоже не были на филиппинах а муж вообще у меня не летал ни разу он даже не знает как себя вести самолете он горит меня уши будут болеть потому что когда мы в гору куда-нибудь едем уши закладывают игра в самолете еще хуже закладывает в общем все мы собираемся на филиппины он уже смотрит билеты посмотреть какой-нибудь отель недорогой возле моря и все так просто возле моря полежать отдохнуть здесь можно переложить все сумку убрать запрещенные тут написано что можно что нельзя здесь тоже такие брошюрки а это брошюрки а да то что в багаж ложить что нельзя с собой вот что еще интересного здесь еще есть у нас поезд правильно да поезд который подъезжает к аэропорту по-моему силу не едет с таких больших городов это как в москве я помню в аэропорту тоже были поезда электрички не знаю как правильно вот здесь точно так же столько человек я вообще ну действительно первый раз вообще вижу после короны столько народа ходит подметает убирают очень чистый аэропорт очень здесь табло с подсказками куда идти где мы находимся на какой стойке здесь где туалет на туалет внизу есть они все закрыты по моему рано ищу а там есть в конце но это очень далеко идти далеко идти здесь соки продаются свежевыжатые машины это наверное эти не vip а как называется бизнес-класс и я думаю да что там за машина а киа новая которая она не электронная иди сюда какая-то инсталляция я не про мужа огромный телевизор ой люди спят здесь у нас живые деревья сцена тут видимо что-то происходит тут есть фонтанчики там очень много денег лежит то есть наверное на счастье кидают или чтобы вернуться опять в корее огромный телевизор люди спят видимо им долго ждать а вот дженезис дженезис пока капец там народу там просто очередь один километр наверно там внизу были бургеры я помню вот тетенька убирать едет по телефону разговаривает не видит никого посмотрите какая очередь просто начинается отсюда и вон там заканчивается это все на филиппинах летят все отдыхать вот такая очередь капец вообще вот здесь прикинь стоять ему вот закончилась только здесь очередь нет туда нельзя тут разные видишь выход пять четыре мы хотим что-нибудь покушать найти жарко сейчас испугались и вспомнили друг же ехал за рулем и мы думали что подожди ты куда а еще ниже да подожди здесь нам надо это друг ехал за рулем и мы думали что ключи забыли у него он уже пошел на посадку нормально ключи у нас пошли туда сходим посмотрим где он собирает тележки катается собирает тележки потом едет на них на этой машинке складывает везде мы ищем покушать надеюсь мы найдем я помню там далеко были бургеры а вон вот это лотерея лотерея давай ты будешь да а ты я буду вот я вам уже снизу показываю тут у нас деревья живые и вот этот фонтанчик с деньгами но он не включен еще куча куча денег монеток телевизора кроме мы нашли бургеры самое время в 6 часов утра покушать бургеров и народу много они стали в общем кушать здесь там много человек сильно все мы поехали до дома сейчас поспим сейчас поспим чуть-чуть и сию забирать сия у подружки у меня в моей вы помните наверное у которой я ногти делала все хорошей дороги нам за парковку заплатили 2400 сколько мы были полчаса да наверное а 50 минут мы были 2400 заплатили недорого да муж уезжает на футбол вообще не спали а он говорит ладно поеду на футбол он говорит вместе ехать а я блин я так хочу спать мы просто три часа поспали только и все он говорит снимешь контент для ютуба и игры нет я очень сильно спать хочу все пока пока спасибо все я сейчас посплю пока сия спит он как раз футбола приедет и мы пойдем забирать ребенка капец встал конечно три часа спать тяжело еще завтра на работу идти сия руки в карман сейчас делаю себе один бутерброд что я проголодалась а мы не заехали в этот покушать не заехали потому что народу везде много было и быстрее хотелось до дома доехать делаю делаю тост мы хлеб кстати храним в холодильнике в морозилке потому что он так хранится дольше потом я в тост ложу мы его особо не едим это так обычно тосты только какие-то бутерброды в общем разогреваете его и все и он свежий вкусный сыр нужен сыр мы купили в кофе сыр что вы думаете мы из них только съели одну пачку нет давай возьму а это кстати вино это что-то вроде шампанского когда Катя приезжала Екатерина Кори на домик когда мы ездили отдыхать все бутерброд готов поджаристый хрустящий ложим 2 сыра 1 2 и колбаску 1 2 1 2 1 1 1 спокойной ночи мне у нас сейчас время сейчас посмотрю 8 часов 7.49 хотя бы пару часиков поспать как раз муж приедет сию поедем собирать все я спать открывай глазки о о о почти открыл да а у все нюня он еще у тебя немного ты напишу заказали еды ну как еды бургеров бургеров и сегодня как мы приехали с аэропорта с самого начала хотела всякую пигню скушать бургеры что у нас здесь луковые кольца картошку хочешь тут тоже бургер это бургер все о картошечку это булочка у картошка и сыр еще куры сейчас мама даст все съели почти осталось по бургеру на это на завтрак еще хотела сказать сколько это все вышло сорок восемь тысяч четыреста цену как обычно напишу в рублях тенге все все наелась да мы даем иногда такую гадость ничего там страшного нет гаще она особо и не ест эту гадость пахаа пай пахаа Субтитры сделал DimaTorzok